Во второй части мы разговариваем тоже про продажи, но про продажи с точки зрения другого продукта. Bittrex 24 — это другой продукт, другой рынок. Мы посмотрим и на рынки, и на продукты, и на методы продажи. Несколько анонсов мы уже сделали. И сегодня, я повторюсь, будем выступать мы, сотрудники компании «Один из Bittrex», расскажем про свои планы, про то, каким образом мы видим развитие рынка, видим развитие услуг на этом рынке. И опять же, наши партнеры поделятся своими кейсами, своим опытом. Это все ждет нас в ближайшее время. Для первого доклада я приглашаю на сцену своего коллегу Сергея Кулешова. У нас появляется волшебная презентация. Тема действительно очень большая, интересная. Мы начинаем учиться, мы учимся, и хотим делать это вместе с вами, эффективно продавать, эффективно взаимодействовать с клиентами, выстраивать продажи Bittrex 24, выстраивать продажи у клиентов с помощью CRM Bittrex 24 и так далее. Пойдем по презентации. Мы, собственно, расскажем о том, какие у нас есть идеи, и ждем от вас обратную связь. Для этого у нас есть специальные мобильные приложения, есть специальные голосовалки. В нужный момент голосовалка там появится, мы вам все расскажем, как можно будет дать эту обратную связь нам сегодня. Ну, соответственно, вопросы, да, мы уже привыкли, что вопросы там. Но и новый формат голосования мы чуть попозже раскроем. Нужно будет собрать действительно обратную связь. По рукам это не очень удобно, потому что там будет чуть больше вопросов, чем да и нет. Поэтому действительно, да, мы будем собирать обратную связь там. А сами вопросы, комментарии, которые у вас возникают, чтобы выразить их текстом, грубо говоря, и с толком, с расстановкой, пишите в приложении, мы все их изучаем, будем отвечать по мере сил и учитывать в своей работе. Отлично. Про рынок немножко напомним. Да. Сергей довольно хорошо рассказал с утра про то, что происходит с рынком и как мы видим рынок Bittrex 24, рынок CRM. И мы хотим немножко опомнить, вот такая картинка, которая показывает много графиков. На самом деле мы просто хотим сказать и напомнить, что рынок Bittrex 24 – это растущий рынок, быстро растущий рынок. Нам говорят об этом разные цифры совершенно. Мы эти цифры приводили, приводили графики. И действительно, в сравнении с рынком сайтов, это другой рынок с другими правилами игры, которые на сайтах мы проходили условно 8-10 лет назад. Какие характеристики у этого рынка фактически? Что такое растущий рынок, какие-то бонусы дает нам? Во-первых, мы говорим, что рынок CRM и рынок Bittrex 24, мы потом еще раз напомним, что это не только CRM-система фактически, есть несколько категорий у нас клиентов, которые в Bittrex 24 есть. Это очень большая аудитория. Фактически это все компании, которые работают в любой сфере. Это может быть B2B, B2C, это может быть блок CRM, блок коммуникации. То есть мы подходим практически любой компании. Емкость рынка очень высокая. Совершенно верно. Это означает, что спрос может быть действительно огромным. Это означает, что у нас, по сути, с вами нет конкуренции за клиента. Это означает, что к нам может приходить такое количество клиентов, которое мы реально можем переработать. И у нас не возникает каких-то столкновений. И такой рынок что делает? Он прощает ошибки. Он позволяет с меньшей ценой входа, входить в клиента, забирать его. И основная стратегия, по сути, здесь – это стратегия захвата. То есть нам с вами нужно научиться быстро заходить к большому количеству клиентов. Эта стратегия есть у нас. Мы таким образом движемся с Bittrex 24, и мы говорим об этом на каждой партнерской конференции. И совершенно логично, что у вас, как у игроков рынка Bittrex 24, должна быть такая же стратегия. Это диктует рынок. Спрос большой, предложений не очень много. И пока вы действительно не сталкиваетесь в таких сложных тендерах или конкурентных битвах со своими коллегами, вам не очень есть за что спорить. Клиентов больше, чем пока мы можем охватить. Поэтому Сергей абсолютно правильно сказал, основная стратегия – это максимальный захват рынка. Мы не говорим, что у каждого из вас будет доля в 10-15-20%, но тем не менее двигаетесь вы именно таким способом. Максимальное количество продаж. Да. Мы точно знаем, что вы привыкли и хорошо умеете продавать проекты. Что такое проект в понимании веб-студии или партнера 1S Bittrex? Это целый ряд действий, процессов, которые выполняются и на этапе пресейла, на этапе подготовки, проработки первичных заданий, уточнения требований и так далее. То есть это целый процесс. Даже когда мы говорим про внедрение, например, типовых решений из маркетплейса, они все равно не продаются тут на раз. Это не помидоры на рынке, совершенно верно. Не помидоры на рынке, да, ты все равно говоришь, что это такое, работаешь с дизайном, смотришь, подходит или не подходит, разные бизнес-сценарии прорабатываешь, потому что клиенты на этом рынке взрослее, если говорить грубо. Они четче понимают свои цели, и вариантов этих целей больше. Да, но раз уж мы говорили о стратегии захвата, да, о стратегии того, что нам нужно как можно быстрее войти в клиента, кажется, что нам нужно здесь немножко поменять свой подход. Давайте посмотрим. И стратегия длинных продаж не очень подходит для большого количества продаж. Может, берется тяжело. Совершенно верно. Давайте посмотрим на то, как может выглядеть, так ее назовем, идеальная покупка со стороны клиента. Представьте себя клиентом, как бы для вас было комфортнее всего принять решение о покупке. Какие аргументы и какие мысли будут у вас, и что вам поможет принять решение быстро. У вас есть слайд с подсказкой. Да, есть слайд с подсказкой, совершенно верно. Когда вы что-то приобретаете, вы, собственно говоря, принимаете решение на основании того, что вы получите. И поэтому максимально предсказуемый результат кажется, что это хороший аргумент. То есть, если вы видите, что получите, значит, готовы принять решение о покупке. Он абсолютно понятный. Я получу конкретно это. И вот в эти сроки, это тоже очень важно, сроки становятся критичными. Сейчас мы все время говорим об этом. И когда мы говорим, вот он результат, вот они сроки, и это близкий горизонт. Мы не говорим про 3-4 месяца длинного проекта, год проекта. Это близкий горизонт, например, в две недели. Это горизонт планирования, который укладывается, не знаю, в наш ежедневник, в телефон, в голову совершенно спокойно. Да, мы можем увидеть эту, собственно, финальную точку. Короткий цикл, который, собственно говоря, до достижения результата, это тоже аргумент в пользу покупки. Когда мы покупаем помидоры на рынке, цикл вообще мгновенный. Я отдал деньги, получил товар, все, мне больше ничего не нужно. В услугах такое не очень получается. Ну, за исключением, пожалуй, там чистки обуви. Тоже вроде заплатил деньги, тебе быстренько вжик-вжик-вжик. И качество хорошее, и быстро, и все предсказуемо. Еще один аргумент – это доверие. То есть то, что те чувства, которые вызывает у вас, как у клиента, продавец. Вот вы смотрите и думаете, вот ему я могу доверить. Вот это известный, популярный, качественный, доступный продукт или, грубо говоря, компания, которая вызывает у меня чувство экспертности. То есть я вижу, что это эксперт, что он разбирается в проблеме. И давай я еще здесь сделаю некоторые сравнения с рынком сайтов, например. Доверие к бренду в быстрых продажах может иметь больший вес, чем доверие к… Да, к человеку, который бренд представил в данный момент. Который представляет в данный момент бренд. То есть для того, чтобы продать сайт, вам больше нужно доказывать свою экспертность и компетенцию, чем то, что платформа для разработки будет один из Битрикс. В быстрых продажах, мы говорим про Битрикс24, бренд, вес бренда Битрикс24 существенно больше. И мы очень сильно над этим работаем. Да, это наша задача как раз – формировать доверие к бренду, с которым вы уже выходите в поля к своему клиенту. Ну и последнее, но тоже очень важно, это, собственно говоря, порог входа. То есть низкая цена. Если все эти четыре аргумента собираются въедино, кажется, что клиенту невероятно легко принять решение и отдать вам деньги. За то, что вы ему дадите. Да, он понимает, что это будет, он понимает, сколько это стоит, понимает, когда это будет и доверяет вам или бренду. Теперь давайте мы посмотрим на эту же картинку с другой стороны. И мы вкратце скажем, как это выглядит со стороны продавца, то есть вас. Мы говорим здесь уже не о продаже, не о покупке, а о сделке. Для вас это сделка, это не просто отдал что-то, а это все-таки выполнил какие-то действия, чтобы достигнуть определенный результат. Как эта идеальная сделка будет выглядеть со стороны партнера, со стороны продавца? Ну, во-первых, хочется максимально быстро продать, да, и минимизировать издержки на этапе продажи, чтобы не было длинного пресейла, выяснения требований подготовки предложений, уточнений, коммуникации и так далее. То одного спросить, то другого и так далее. Это сокращает издержки. У нас есть тезис про идеальное ТЗ. Бывает ли идеальное ТЗ? Кто-нибудь видел когда-нибудь идеальное ТЗ? Нет. А на самом деле оно существует. Предполагаем мы, да. Нам кажется, что идеальное ТЗ, но если мы говорим про идеальную картинку, то идеальное ТЗ это то, которое одинаково понимает и клиент, и продавец. То есть две стороны одинаково понимают его, и в нем совершенно четко и понятно, что же делать. Прямо по пунктам. Если мы вернемся к чистке обуви, там просто очень понятно. Мне нужно, чтобы у меня обувь была чистая и блестящая. Все. Для этого нужно взять щетку, взять воск и сделать три операции. Вот они делаются, и результат совершенно достижимый. Значит, предсказуемые затраты и довольный клиент. Давай мы чуть-чуть ускоримся, чтобы побольше места оставить на нем. Естественно, если мы имеем идеальное ТЗ, мы понимаем, сколько мы потратим на это деньги, какова работа, сколько будет себестоимость. И самое главное, по результатам вот этого идеальной сделки мы получаем лояльного и довольного клиента. Первая, простая, короткая итерация, дает прогнозируемый результат, и клиент доволен. Про что мы? Чего это мы такое длинное вступление сделали? Чего подводка? К тому, что нам кажется, что пакетное внедрение BITREX24, то, о чем мы говорили в самом начале, это та самая идеальная продажа, идеальная сделка, идеальная покупка, которая может быть на нашем с вами рынке. И мы сейчас поговорим о том, что это такое. Мы попробуем объяснить, что мы имеем в виду. И объяснить, как это выглядит. Мы уже говорили, что сегменты клиентов, что мы сегментируем клиентов в BITREX24 условно на три большие категории. Это подтверждается тем, как они используют наш инструмент, какую обратную связь нам дают. Это категория CRM, то есть это отделы продаж, компании, которые занимаются продажами и готовы внедрять у себя автоматизацию. Это коммуникация, компания, где достаточное количество людей, которым необходим контроль коммуникации, сохранение базы знаний, обмен знаниями и так далее. И, конечно же, проекты и задачи – это контроль и учет исполнительской дисциплины. Мы на все группы посмотреть сегодня не успеем. Мы планируем сделать пакетное внедрение, то, про которое мы сейчас в идеальной картинке мира рассказываем, под каждый из этих сегментов. Мы сегодня возьмем за пример CRM и попробуем разобрать, как же с нашей стороны видится вот то идеальное пакетное внедрение. Может, оно не идеальное будет таким через некоторое время, но тем не менее. Что такое идеальное или не идеальное пакетное внедрение? Мы говорим про CRM, и мы покажем вам два, мы можем назвать это тарифных плана или два варианта внедрения CRM. Мы называем их номер один – это отдел продаж, и номер два – это повторные продажи. Что у нас получается с первым? Давай сначала поговорим про цели. То есть, грубо говоря, что за пакетное внедрение? Какова же главная цель для нас с вами? Это дать клиенту минимальную услугу по фиксированной цене, чтобы он как можно быстрее мог принять решение о покупке, а это значит о внедрении продукта. Слышите? Да, внедрение продукта. Моментальное принятие решения о внедрении продукта. Минимальный вход, понятный результат, фиксированная цена. Для покупателя здесь мы уже формулируем совсем другое видение, то есть мы формулируем его бизнес-задачи, и решение его бизнес-задач. Это, собственно говоря, для CRM понятно, это повышение продаж компании, это формирование отдела продаж, или перестройка отдела продаж на современный лад, на использование CRM-систем. Даже, наверное, на правильный лад. Потому что два человека, которые вроде как связываются с клиентом, могут считаться отделом продаж, но я надеюсь, недолго еще. Да, я тоже надеюсь, что CRM скоро станет стандартным в каждом отделе продаж. Ну и, конечно, систематизация работы. Систематизация работы с клиентом, контроль, учет и так далее. Представим сам план. Есть такое маленькое дополнение про лояльного клиента. Мы об этом говорили. Да, но это важный момент. В результате этого быстрого внедрения вы даете реальную пользу за короткое время, получая тем самым клиента, лояльного клиента. И мы еще раз не расскажем сегодня, что вот эта первая итерация, она не единственная. Задача не продать пакетное внедрение за какую-то определенную сумму. Задача получить клиента и работать с ним в дальнейшем. И вот это первое внедрение дает вам хороший способ получить действительно лояльного, рассчитанного на долгую жизнь с вами в терминах ЛТВ клиента. Да, совершенно верно. Давайте посмотрим на пакет внедрения номер один. Мы назвали его отдел продаж. Название условное, как, в общем-то, наверное, и состав пакета. Мы сейчас будем совместно с вами его донастраивать. Но как мы рассуждаем? Основные задачи. Давайте посмотрим по смыслу. Вот первым пакетом мы решаем какую задачу. Мы берем под контроль все коммуникации компании с вашими клиентами. Фактически это четыре инструмента, которыми мы пользуемся. В большинстве случаев. Первый инструмент – это телефон. Мы подключаем телефонию и берем под контроль продажи. Второй самый популярный инструмент – это электронная почта. И у нас есть email tracker для того, чтобы сделать это. У нас есть открытые линии, если компания использует мессенджеры, использует социальные сети или переписывается в рамках поддержки на сайте. Ну и четвертый пункт – это CRM-формы. Если у вас есть лидогенерация и сбор этих лидов с сайта. Безусловно, просто завести все каналы внутрь CRM бывает недостаточно. Нужно произвести еще целый ряд настроек. Но, конечно, надо завести Bitrix24, если он не заведен, пользователей добавить, назначить права, назначить права внутри CRM и так далее. Нужно произвести элементарнейшую настройку простейших роботов для контроля, грубо говоря, того, что лиды просто не забываются после попадания в систему CRM. Нужно настроить воронку продаж после небольшого опросника. Мы опрашиваем примерную структуру сделки и составляем понятную, простую, линейную воронку продаж. Опять же, в быстром пакетном внедрении это неглубокое покружение в бизнес-процессы клиента, когда вы помогаете ему настроить внутри воронку продаж, когда вы ее отстраиваете, говорите, какие стадии у вас неверные, какие правильные. Это короткий вопрос, ответ клиента, каким образом у вас происходит продажа. И все называют вам примерно 5, 3, 6, 8 стадий, которые вы автоматизируете и стартуете. Этого достаточно для того, чтобы начать работать в CRM-системе. И, конечно же, нужно будет провести небольшое обучение. То есть в любом случае, после того, как вы все настроили, надо посадить менеджера рядом с собой или через удаленку, посадить директора, одному показать, как, собственно говоря, работаются, как переносятся лиды из одной стадии в другую, как они добавляются, закрываются, квалифицируются и показать руководителю отчеты по продажам, контроль, что он ведет и контролирует, собственно говоря, продажи в своей системе. Я уверен, что вы добрались до последних строчек двух раньше, чем мы до них и посмотрели уже. Мы примерно оценивали, что это. Мы разговаривали с некоторыми партнерами и делали это сами на собственных примерах, пытаясь повторить все, что мы фактически описали. Это примерная наша оценка, сколько времени занимает вот такое типовое проектное внедрение. И мы рассчитываем, что это типовое внедрение может быть сделано человеком без суперквалификации, достаточно спокойным, ровно средним специалистом за один рабочий день. Мы считаем, что это восемь рабочих часов, в которые человек пришел, по всем прошелся, сделал первичные настройки и ушел, оставив клиента довольным, потому что у него все настроено и все работает. Осталось только начать это применять. Чем отличается второй вариант? Второй вариант не продолжение, а альтернатива скорее. То есть действительно, кому-то может быть недостаточно вот такого базового внедрения CRM, настройки основных параметров. Кто-то из компаний уже готов говорить об автоматизации, о повторных продажах, о том, что необходимо вести сделки по разным направлениям или разные сценарии продажи возникают. И в этом случае помогает второй тарифный план, пока мы назовем его так. Мы называем условно повторные продажи, потому что это одно из самых вкусных, что можно показать, одно из самых вкусных примеров, которые можно показать клиенту. Но фактически в нем лежит первый, про который мы поговорили. Плюс там есть автоматизация, контроль работы, то, к чему мы с вами привыкли, то, что мы называем с вами некоторой автоматизацией роботами или интеграциями небольшими. Она настраивается достаточно просто, но приносит реальную, быструю пользу клиенту. Да, и здесь уже имеются в списке новые роботы, которые умеют дожимать клиента, грубо говоря, догоняя его всякой рекламой, которые умеют контролировать это дело. И, безусловно, здесь также потребуется некий тренинг, то есть, ну, тренинг это громко сказано, некое обучение по тому, как, собственно говоря, работать с CRM-системой менеджера уже глубже и с повторными продажами, с разными направлениями сделок и так далее. Наша оценка в часах примерно такая, то есть, мы добавляли и понимаем, что это где-то в этих параметрах. Мы умножаем ее на 2000 рублей, как ставку часа, в которой заложен риск. Я знаю, что не все работают по 2000, и немногие, кто дороже 2000. А есть те, кто работают дороже? Да, мы постарались взять хорошую цену, которая будет некой отправной точкой, для того, чтобы и вам было выгодно продавать, и установить, и приучить клиента к определенному уровню цен на подобном рынке. Значит, конечно, мы должны прописать вот это самое пакетное внедрение с двух сторон, мы об этом говорили. Первая сторона – сторона клиента, и мы говорим на языке выгод. Можно перевернуть слайд и посмотреть, какие выгоды. Мы их давайте не будем прямо сейчас зачитывать. Они понятны, я думаю, что вы с этим сталкивались. И вторая часть – это тот алгоритм, по которому вы идете. Те пункты, чекбоксы, которые нужно отметить специалисту, что он сделал один, два, три, четыре, которые не вызывают споров, что должно быть сделано у клиента, когда проект… Да, совершенно верно. Когда появляется такой чек-лист, это снижает уровень квалификации сотрудника, который приходит, собственно, эту операцию выполнить, потому что там, по сути, просто чек-лист. Нажал кнопку, ввел данные, поставил галочку в чек-листе, все готово. И у клиента не появляется возможности придраться, потому что сделано, сделано. Факт подтвержден. И, собственно, компетенция здесь невысокая, но при этом клиент действительно получает готовый, понятный, предсказуемый результат. Это пилотный проект. Да. Мы говорим о том, что мы готовы стартовать пилотный проект. Если говорить о сроках, то это март. Это первое марта, да. Мы хотим за февраль уточнить, дообсудить, принять все необходимые решения и разработать полный пакет документации и для клиента, и для партнера. И, собственно говоря, стартовать эту программу в нескольких городах России и в Украине. Да что ж переключается само. Бегает вперед. Он подсказывает, что мы должны чуть-чуть ускориться. Значит, да, действительно, этот пилотный проект, нам еще нужен некоторое время для того, чтобы доформировать эти пакеты и опыт. Работая с партнерами, да, что ж такое. Как мы представляем себе работу? Да. Как мы представляемся, как это будет работать? Во-первых, продажа таких внедрений будет происходить на сайте Bitrix24. Да что ж такое. И в порталах, собственно говоря. Мы будем предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы предложить клиенту такой вид внедрения. Да, у нас достаточно маркетинговых, собственно говоря, инструментов. Есть разные инструменты. Мы будем задействовать их постепенно, не включая сразу. Это пилот. Мы будем постепенно пробовать, смотреть, как ведет себя проект типового внедрения. Мы продаем это у себя на сайте. То есть фактически мы принимаем деньги. Потом мы передаем, это даже не лид, мы передаем эту сделку. Откретный заказ. Да. Партнеру, потому что схема нашей работы состоит в том, мы всегда об этом говорим, что мы не внедряем, мы не занимаемся внедрениями. Для этого есть партнер. Он компетентен. У него есть необходимые навыки. И логично, что персональные отношения внутри клиента и партнера внутри этой пары будут эффективнее, чем работать с нами. Поэтому мы отдаем это вам. Вы это реализуете, выполняете проект. У нас есть блок по контролю качества. Мы связываемся с клиентом и спрашиваем. Проверить, как была выполнена работа, что она действительно была выполнена, получить от клиента некое подтверждение. Ну, после чего мы, собственно, будем готовы выплатить партнеру вознаграждение за эту работу. Естественно. Да, закрепить клиента за этим партнером, который, собственно говоря, успешно выполнил эту работу. Повторяюсь, потому что в логике заложено, что это первая сделка, и вы в дальнейшем будете строить с ним отношения. И мы планируем подсказать вам, как строить отношения в дальнейшем, какие шаги нужно предпринять. Да. Вот на этом месте мы хотим задать вам вопрос. У вас в приложениях, в меню есть прямо такой пункт, который называется голосование. Там в левом верхнем углу есть менюшка. Если вы в нее заходите, там есть голосование в самом низу со знаком вопроса. И сейчас там активно голосование по нашему докладу, как и что продавать, и несколько ответов. Да, я буду предлагать клиентам пакетное внедрение. Интересно, но вот те цены, которые мы нарисовали на сайтах, это дорого для клиента. Интересно, но мы нарисовали слишком низкие цены, вообще это должно стоить дороже. И нет, такой формат не работает. Мы очень просим вас дать нам такую обратную связь. Пока вы нажимаете на волшебные экраны. Да, мы поговорим о том, собственно говоря, кого же мы хотим видеть в пилоте. Кто же будет участвовать в пилотном проекте? Вообще мы планируем, что в пилотном проекте с марта будем участвовать все мы. И все вы. И все вы, да. Как это можно сделать? Мы будем делиться с вами всеми наработками, которые у нас есть. Мы поделимся, естественно, мы проанонсировали сейчас, что это такое по смыслу, но мы поделимся таблицами, чекбоксами, инструкциями, как мы планируем делать это типовое внедрение. Вы можете размещать это у себя на сайте. Причем в формате пилота мы же экспериментируем. Мы не жестко регулируем ни состав услуг, ни цены. Если вам кажется, вы сейчас голосуете, что мы поставили слишком низкие цены, вы можете расширить пакет внедрения или оставить его с такими же чекбоксами, но написать там другую цифру. Это эксперимент. Результатами эксперимента будем делиться мы с вами, что происходит у нас. И мы очень надеемся, что получим такую же обратную связь от вас. Ваши клиенты, общие клиенты Bittrex 24 лучше реагируют на ценники, которые выше. Внедрение происходит успешнее, если цена ниже. Что фактически есть? Состав услуг. Как это работает? Мы считаем, что достаточно вам будет сформировать на базе нашего предложения, либо полностью скопировав, либо сформировать свое, разместить у себя на сайте, используя свои маркетинговые инструменты, для того, чтобы донести до своих клиентов. Если у вас раздел на сайте есть по Bittrex 24, то вам нужен раздел по CRM. Это отдельный… Совершенно точно. Может быть подраздел внутри, но тем не менее… Раздел CRM с контактной линией, с CRM-форумой и так далее. Мы поможем под этим материалами, но они должны быть. Да. Без чего вообще нельзя этим заниматься? Вообще. Без чего вообще это не работает. То есть даже если мы все сделаем здорово, это не работает без этого тезиса. Друзья, скажите, пожалуйста, кто пользуется CRM Bittrex 24 у себя? Именно как CRM. Вы прям переходите на следующий уровень. Да. Тех, у кого еще нет этого процесса, мы в принципе рекомендуем, рекомендуем это от себя лично, поскольку мы, начиная пользоваться CRM-системой, на своем опыте, подключая e-mail-трекер, ты понимаешь, как это работает. У тебя формируется привычка. Система заставляет меня, я не то чтобы очень дисциплинированный товарищ, система заставляет меня ежедневно разбирать лиды. Потому что у нас там робот стоит, который сообщает, что лиды не разобраны в тюрьме двух дней. Например, да, это механики, которые заставляют вас участвовать в CRM. И вы фактически, внедряя CRM в себе, проходите тот путь пакетного внедрения, который вы предлагаете клиенту. Мы рекомендуем вам, если до сих пор CRM не внедрена, взять пакетное внедрение, вот то самое, которое мы вам предлагаем, и внедрить у себя. Пройти этот путь, понять, как он принимает... Внимание!